Приветствую вас и давайте начнем с того, что прежде чем говорить о том, как поступать с ребенком и бесплодием, давайте для начала, перед этим, попробуем рассмотреть ситуацию вот с какого угла. Вы пишите, что значит в прошлом году сильно набрали вес и мужчина отличался с молодой девочкой, то есть по сути он вас, он вам изменял. Сейчас все прошло, пишите вы, в этом году вы оба бесплодно узнаете и собственно говоря, создаются это его лечение. Видите ли, мужчине осознавать, что на нем лежит проблема, по которой у вас нет ребенка, осознавать себя менее полноценным, а бесплодие всегда становится мужчиной как неполноценность, очень тяжело. Именно в силу своей мужской гордости, самолюбия и так далее. И поэтому нужно сказать, что для решения такой деликатной проблемы, а вы не пытаетесь решить проблему, вы говоря о том, что хотите подать запрос на писканное разрешение, на усыновление малыша, а вы таким образом как бы избежите от проблемы, ищите более легкий путь этой проблемы. Так вот, для начала нужно восстановить доверие к супругам, которая безусловно немного пошапнулась, а может быть и много, пошапнулась после того, как он вам изменил, встречался с молодой девушкой. Вот этот момент, то как вы относитесь к этому, как он к этому относится, как на вас повлияло это, собственно говоря, нужно проработать. Потому что, если остались какие-то недопонимания, если остались недоговоренности, если остался негатив, налет, недоверие, все это мечтает мужчина осознавать в полной степени, насколько важно, чтобы он принимал также участие в том, чтобы вы все-таки пришли к своей цели, это цель, да, за счет ребенка. Дальше. Дальше можно и нужно сказать следующее. Из ваших слов о том, что у вас нет секса на данный момент, то есть, вот вы пишете, что вам нужно лечение, но вы не вы не занимаетесь сейчас сексом совсем и стали жить как соседи. Значит, лечение подразумевает отсутствие секса, если я правильно вас понял. И тут момент тоже не совсем непонятный, потому что если лечение подразумевает отсутствие секса, а мужчина, собственно говоря, согласился на это лечение, то непонятно, почему вы стали жить как соседи, ведь в конце концов удовлетворять друг друга можно не только железо-классический способ, есть и другие способы. Вопрос в том, можно ли, есть ли какие-то специальные ограничения на это. Тут, я думаю, есть много деликатных трудностей, которые необходимо также проработать. Что касается вашего желания за счет ребенка, то тут тоже идет отдельный момент, отдельный аспект, он заключается в том, что вы слишком сильно хотите ребенка, материнский институт. С чем это может быть связано? Вообще. Какое значение и почему вы продаете ребенку? Может быть, ребенок призван в вашем восприятии решить все ваши проблемы, которые у вас есть, принести в семью, например, ласку, доброту, заботу, нежность, тепло, решить ту холодность между вами и вашим супругом, которые сейчас имеются. Очень важно понимать, не видите ли вы ребенка как способ решения своих проблем, как способ бега от неудовлетворяющих вас условий настоящей жизни. И если это так, то сперва нужно решить проблемы, сперва нужно достичь всех тех целей, которые вы с помощью ребенка хотите решить. И только тогда, когда все проблемы будут решены и будут созданы соответствующие условия, вот тогда усыновлять ребенка. И не наоборот. Ребенку требуется здоровая атмосфера в семье, ребенку требуется комфорт, требуется окружение заботой, лаской, любовью, диплом. А у вас, судя по описанию, потому что мужчина живет с вами как сосед, этого не нет. И ребенок этого вам не даст. Ребенок этого вам не возместит, к сожалению. Поэтому сперва нужно решать проблему с мужем. Начинать ее, безусловно, нужно с измены, потом через отношение к лечению, через выявление его желаний, через разговор с ним на эту тему, как он относится к тому, что у него есть определенные проблемы, хочет ли он ребенка с вами или нет, и так далее. Возможно, вам нужно семейное консультирование, то есть вместе с мужем. Возможно, вам только одно. Далее, вы пишите, что на работе вас жестоко обидели беременные напарницы, и эта ситуация та же, так же нуждается в проработке. Обидели. Что значит обидели? Обидели, значит, чем-то задели, если я правильно вас попонял. Задели. Что может человека задеть? По умолчанию, задеть человека может то, что нашло отклик в нем самом. Потому что, если человек богатый, а его обвиняют в бедности, то он, естественно, никогда не обидится ему под нее. Если вас задели, если вас обидели, значит, вы почему-то посчитали то, что они говорят, отчасти правда. Пусть и в глубине души, пусть вы сами даже себе в этом не признаетесь, но это так. А значит, вы не принимаете себя такую, какая вы есть, считаете себя по какой-то причине неполноценной, тоже может быть из-за бесплодия, может быть еще из-за чего. И это дает возможность беременным напарницам обижать вас. И здесь на первый план выступает опять-таки значение ребенка, но теперь уже как социальный, социальный атрибут, как некое социальное место, социальное значение. Возможно, вы считаете, что если у вас будет ребенок, то вы будете социально равны другим людям, например, тем беременным напарницей. И, к сожалению, в этом случае, ребенок опять воспринимается вами как средство. То есть, вначале вы создаете вместе с Мутин соответствующую атмосферу, атмосферу и условия для того, чтобы ребенок воспитывался и рос в соответствующих ситуациях, чтобы ему был дан тот уровень любви и заботы, которые необходимы ему для полноценного развития и формирования своей личности. Второе. Вы приговариваете с Мутином то, что вам нужно сделать сейчас. Активно схематизируйте и структурируйте бюджет. Распределяйте доходы и расходы так, чтобы оставались деньги на лечение. При этом бюджет нужно как можно более тщательно выверать и сокращать все ненужные расходы, например, на рыбалку. Ради лечения от бесплодия, я думаю, рыбалкой можно пренебречь. Если мужчина не хочет, то это нужно обговаривать, выяснить, почему не хочет, чем аргументировать и так далее. Обиду ваших напарниц также нужно проработать через вашу восприятие самой себя, через проработку и борьбу с неуверенностью в себе, через, возможно, перенаправление своей энергии на что-то другое. И понимание того, что бесплодие не делает вас неполноценным. Бесплодие – это болезнь, да. Но больны очень многие люди и все разными болезнями. Какие-то в большей степени проявляются, какие-то нет. Тем не менее, болезнь не стоит воспринимать как ощущение неполноценности. Ощущение неполноценности человек сам себе генерирует, когда воспринимает свою болезнь как ограничение. Вы правильно сделали, что думаете в направлении восстановления. Но еще раз повторю, на мой взгляд, вы не готовы сейчас к тому, чтобы именно воспитывать ребенка. Слишком очевидны проблемы с мужчиной, слишком очевидны ваши личные внутренние проблемы. И слишком, мне кажется, многое значение вы поддаете ребенку именно на личностной основе, воспринимая его как средство источника удовлетворения ваших потребностей, коим он, конечно же, не является. Ребенок есть самая цель. И если вы имеете в своем запасе много любви, ласки, нежности и тепла, то для начала нужно научиться дарить их мужу. А потом уже, когда у вас с мужем будет гармонизированная пара, он тогда же заводит ребенка, чтобы вместе с мужем его воспитывать. И тем самым получать удовольствие от этого, а не тянуть еще больший грудь, который вы, вполне вероятно, не сможете выдержать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше.